Мы Горномари Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на канале Мы Горномари. Вот поистине говорят, что талантливый человек талантлив во всем. И сегодня я вам расскажу историю одной девушки, точнее даже семьи, у которых творчество просто в крови. С этой замечательной девушкой нас удивительно свела судьба. Я даже стала ведущей их свадебного торжества. Впоследствии мы, конечно, стали ближе и больше общаться и нашли очень много точек соприкосновения в творчестве. Но я думаю, что лучше показать, чем рассказать. Поэтому желаю вам всем приятного просмотра. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, напоминания. И помните, что историю творят простые люди. Марин, расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы сейчас находимся в Еласов, село Еласов, Годномарийский район. В гостях у моего отца. Расскажи про своего папу. Папа Владимир Сорокеев. Известный марийский исполнитель, певец, композитор, автор песен. Он просто хороший человек, компанийный. Вот мы сейчас у него в гостях, около его баньки. Часто навещаешь папу? По возможности. Возможно, хотелось бы и чаще. Но бешеный ритм жизни, сама понимаешь, не всегда позволяет так часто навещать. Но стараемся приезжать, конечно же, к родственникам. Расскажи, пожалуйста, о своих хобби. На самом деле, наверное, правильнее будет сказать то, что я люблю пробовать все. Все новое, интересное. Я люблю и вязать, и шить. Сейчас я увлекаюсь созданием украшений, например, марийских национальных. Точнее, в марийском стиле. Не скажу, что они марийские национальные. Мое видение, как этнические украшения, могут быть в современном исполнении. Также я люблю петь, танцевать. Я много чего люблю рисовать. Я люблю узнавать все новое, пробовать, как говорится. Не умеешь, не берись. Я вот тот, который берется как раз-таки, учится и по возможности стараюсь делать. Пусть не лучше всех, но хотя бы на уровне. Я просто хочу показать, откуда вообще все это у меня пошло. Любовь, творчество, так сказать. Вот и все арестовала моя бабушка, когда была молодая. То есть ты считаешь, что это тебе передалось от бабушки по наследству? Да, вот мой папа в детстве. Это моя прабабушка. Афанасия, это дядя, родной папа, брат. Все здесь расписано бабушкой. Вот эту картину рисовали мы втроем. Но я была еще маленькая, в садик ходила. Бабушка, мама, я. Вот это я красила. Краски закончились. Я решила, что и так сойдет. И так красиво. А так бабушка находила в книжках, в журналах, красивые картинки. Это было ее хобби. Она прям любила этим заниматься. По крайней мере, сколько я ее помню, она все время депела. Вот тоже. Эта картина, она еще, даже когда, по-моему, дядя Санин маленький видишь. Или к его свадьбе. Помню, я была маленькая, совсем маленькая. У меня была, просто, я не знаю, я родилась с жаждой творить и впитывать. Вот на самом деле, я видела, как бабушка вяжет и говорила, научи, научи. Мне было три года, я сидела и вязала шарфик. Приходили гости, никто не верил, что это я вяжу. Думаю, ты просто держишь бабушку на вязании. А это я вязала. Потому что мне было очень интересно, я хотела. Меня бабушка научила шить на швейной машине, к нам, ножная там стоять, еще как кумбочка. Вышивать, вязать. Вот все, что я умею, меня научила бабушка. Потому что родители ходили на работу. До садика я была дома. То есть, вот, в садик я пошла уже все умела. И читать, и писать, и вязать, в том числе. Проходите, я покажу. Вот это была одна из ее картин вышитых. Ее очень много работ. Просто вот эта она была в рамке, как сто лет назад. Так она и мы ее не трогали. Вот сама бабушка молодости. Бабушка Нина и дедушка Игорь. Это родители моего отца. Мое творчество. Всегда быть на коне. Да, нахуй денег. Чтобы вот этот датчик. Тут был второй датчик. Ему навстречу шедший нос, текло разбилось. Мы уже разукрашивались с моей двоюродной сестрой. То есть, внучки. Бабушка нам нарисовала контуры, а мы уже разукрашивали. Нам было интересно. Предпоследняя картина, которую она рисовала, по-моему. Здесь она изобразила улицу. Ну, не совсем нашу улицу, но подразумевается наша, да. И здесь вот курочки наши, бабушка. Я вот с детства все время говорила, что это дядя Саня идет с работы, это дедушка спускается с магазина. А расскажи, пожалуйста, о своих корнях, о происхождении своего рода. Ну, вообще, мой род, наверное, начинается в селе, в деревне Лузино. Сейчас, к сожалению, там уже, по-моему, даже жилых домов-то не осталось. Недалеко от Елас находится эта деревня. Вот там моя прабабушка родилась. После они, когда у меня уже бабушка выходила замуж, они часть того дома разобрали и привезли сюда, в Еласах. Вот где мы снимали, там вот задняя часть дома, получается, это дом из Лузино. Это с папиной Ленией. И сколько себя помню, потом уже мы жили в Еласах. До четвертого класса жила в Еласах. Потом уже переехала в город учиться. Моя мама родом с юльялской стороны. Там есть деревня Абшак-Пиляк. Вот у них род с той стороны. Получается, от Картуковского поворота мама по левую сторону, папа по правую. А я посередине, я в городе. А расскажи немножко о своей семье. О моей семье. О моей личной семье. О твоей личной семье. Сколько препятствий пришлось пройти этой паре. Но они смогли, сумели, выстояли. И теперь мы сегодня становимся свидетелями нового счастья. Я замужем, хотя в данный момент без кольца, потому что у меня есть маленькая дочка. И чтобы ее, не дай бог, не поцарапать, я просто снимаю ювелирное украшение. Вот. У меня чудесный муж, чудесная доченька. Мы Ивановы теперь, хотя родилась я в Саракеевой. Живем в городе. Там же и работаем. Сейчас я в декретном отпуске, занимаюсь с ребенком. И иногда, получается, еще заниматься каким-либо творчеством. А ты сказала, что ты в декретном отпуске. А на каком месте ты работала? Где? Я в декрет ушла с отдела культуры, где я работала ведущим специалистом. А до этого я работала и в банке, и продавцом. В общем, по образованию я бухгалтер вообще. Но меня, наконец-то, принесло туда, где я и должна была всю жизнь быть, в культуру. Я, на самом деле, очень долго искала именно то место, где я смогу быть полезной. Там, где я могу показать себя так, чтобы это было кому-то нужно. А здесь есть место для творчества. Здесь дают крылья, чтобы идти вперед. Расскажи о своем отношении к сцене. Я с детства, с самого рождения, видела, как мой отец поет на сцене. Поэтому тут даже не возникал вопроса, хочу я на сцену, не хочу я на сцену. Я очень давно хотела на сцену, еще маленькая, очень хотела. И уже в более взрослом, осознанном возрасте, да, я вышла уже сама на сцену. А расскажи о своей детской мечте. О чем мечтала маленькая Марина? Маленькая Марина, наверное, как и многие дети, мечтала работать в кальдивитерской фабрике, чтобы есть много шоколадок и конфеток. Позже я хотела быть актрисой. Чего я только не хотела. А о чем мечтает взрослая Марина? Взрослая Марина, наверное, в первую очередь благодарна Богу за все, что у нее есть. Слава Богу, что мечты сбываются. И дай Бог, чтобы были новые мечты, чтобы был стимул жить. Я, конечно же, мечтаю о том, чтобы у меня росла здоровая умничка дочка. Мечтаю дальше проявлять себя в творчестве, учить ее всему тому, что я умею. Я всегда думала, я всегда знала, что у меня обязательно будет ребенок, именно девочка. Я думала, кому-то же я должна все это передать, научить. Так что я думаю, Бог видит, Бог слышит. И все, что происходит, происходит тогда, когда должно произойти. И так, как должно произойти. Расскажи, Марин, пожалуйста, о этой красоте. Фреска, наверное, правильно назвать. Ну да, пожалуй, даже фреска. Потому что действительно штукатурка еще к тому моменту, мне кажется, даже не совсем успела высохнуть. Не так давно мой отец построил этот дом. Здесь была совершенно голая стена. И мне сказали, говори. Я решила, давай, сделаю подарок к новоселью. Долго думала, что рисовать. Дома листала картинки. И решила остановиться на чем-то таком нейтральном, чтобы успокаивало. Как мы видим, здесь берег, лодка, значит, человек на берегу. Берег – это наш дом, наш причал, куда хочется возвращаться снова и снова. Ну и как видишь, закат солнечный, значит, жизнь будет прекрасна. Субтитры создавал DimaTorzok Владимир, говорят, что природа отдыхает на детях талантливых людей. Но, зная вашу дочь, могу сказать, что тут система дала сбой. Расскажите, вы ее как-то приучали к творчеству? Ну, к творчеству как приучали. Мы в детстве ей купили большое фортепиано. Оно большое, старинное. И бабушка подарила как раз ей. И она вот потихоньку училась. И в школе, когда она училась еще здесь, в Веласах, она занималась гуслями. Она играет на гуслях, на фортепиано. Кое-что я показывал, она училась. Потом, как она говорила, поехала в школу для одаренных. Ну, вот Марина немного рассказала о себе, что, конечно, свой вклад оставили вы и бабушка в ее воспитание творческое. А откуда у вас любовь к музыке? Откуда это? Все, наверное, от Бога. Я не знаю, откуда. У меня мама так-то и поет, и пляшет. Ну, это не на сцене, а, как бы сказать, во время праздников, там, встреч, гулянок вот этих. Она любит плясать, танцевать, петь. Вот и оттуда, наверное. Музыка как хобби или смысл жизни? Уже, наверное, смысл жизни. Я уже сколько студий перестроил в Еласах. В Еласах, вон еще вверху у меня была первая студия в районе. Тоже студия «Морвик» также, а потом «Кузнецово» другую студию сделал. Потом дома студии с этими приездами. Постоянно приходилось студию перестраивать. То там построилось, то здесь уже основательно построил. Уже своя собственная, полностью сделанная, оборудованная студия. Полностью рабочая. Так что приезжайте, записывайтесь. А скажите, откуда вы черпаете вдохновение? Бывает ли оно у вас на постоянной основе или все-таки нет? Ну, наверное, то, что сочиняются песни и слова выходят. Бывают ситуации, когда ты уедешь далеко, вспоминая о родимом крае. Выходят как-то слова. Потом, ну, не знаю, раз в год одна песня как-то Бог дает. Раз в год одна песня получается сочинить новую. У меня слова в основном еще пишет Ирина. Сейчас моя супруга, которая, она слова напишет. Я туда накладываю музыку, обрабатываю все, делаю. Фонограмму сам делаю, записываю. И получается так, песенки. А какие цели у вас на ближайшее будущее стоят перед собой? Перед собой? Ну, наверное, в первую очередь благоустройство всего хозяйства. Вот это надо будет все полностью еще много чего достроить, делать. Ну, соответственно, много песен, как это обязательно. Я думаю, что Бог все-таки не зря дал талант, чтобы этот талант я продвигал среди людей, среди нашего района, республики России. У вас здесь есть собственная студия, о которой вы так мечтали. Расскажите, пожалуйста, о своей супруге. Давай. Вот мы недавно отметили как раз 8 лет нашего венчания. Это было 27 апреля. 8 лет назад мы повенчались. Вообще история студии, она возникла не с пустого места и не с того, в котором сейчас вот Володя показал. У нас, у него, вернее, была студия. Вот благодаря той студии мы с ним познакомились. В общем, у этой студии история переездов очень даже обширная. И вот все-таки мы решили сделать действительно свою собственную студию. Независимую, да? Да, ни от кого не зависеть. И чтобы в любое время можно было заниматься творчеством, не отрываясь, скажем так, от дома. О чем мечтали? Чтобы здесь жилось и работалось, творилось, чтобы жизнь продолжалась. Талант. Талант развивался. Да, передавать кому-нибудь, учить. Вон, внучка подрастает как раз хорошо. Ну, кстати говоря, вот это название студии, это даже возникло, опять же, не на пустом месте. Володя по молодости вот даже имел свой псевдоним Владимир Марвик. И вот это вот передалось как бы в название студии. Марин, расскажи, пожалуйста, откуда у тебя пришла идея делать изделия с марийским орнаментом? Я думаю, что большую роль, конечно же, в этом сыграла моя работа в отделе культуры, где я намного ближе уже познакомилась с культурой своего народа, узнала символы, орнамент, вышивку, ну и много всего, что связано именно с национальной культурой. И мне вот пришла идея делать не только классические украшения, вот я увлеклась в одно время эпоксидной смогой и делала сережки, брошки, брелочки. А потом подумала, а почему бы не делать то же самое с марийским орнаментом? И вот, например. Заливка тоже моя. И я потом даже в одно время отдавала на реализацию именно вот в таком плане. Брелочек с марийским орнаментом. Я знаю, что именно это творчество тебе принесло определенную известность, потому что твои украшения стали пользоваться популярностью. И я знаю, что даже некоторые магазины у тебя, да, и какие-то выставки просили. Да, все верно. Ишь, короля, реализовались мои изделия. Но этого мне было мало. Я посмотрела на свои работы критически. Я захотела сделать что-то более интересное. Не просто залить форму, а ту же форму, например, уже превратить в брошь. Или вот, как на моем медведе, это колье. То есть это идет эпоксидная смола, вышивка бисером, что тоже является неотъемлемой частью марийской культуры. А эту же я вяжу крючком. То есть я решила объединить все, что умею, в создании украшений. Вот даже у меня вот на шее тоже изделие. Здесь и смола, и бисер, и вышивка, и вязание. То есть эти украшения уникальны именно тем, что это именно мое видение. Я не пыталась повторить то, что делали наши бабушки, потому что мне этого не умеют. Может быть, через сто лет когда-нибудь он скажет, что а наши предки, то есть я, делали вот так. А почему бы и нет? Я считаю, что майорийский орнамент, вообще майорийское, все, что связано с нашей национальной культурой, это нисколько не старомотно, это нисколько не устарело. Все это можно воплотить в современной жизни. Вообще все пошло от любви к вязанию. Начнем с этого. Я всю жизнь, сколько себя помню, вязала. Потом просто появился интернет, где можно найти столько идей, столько вдохновения. И я начала пробовать вязать. Мне подарили на день рождения плюшевые нитки. Вот моя первая игрушка-слоник. Я решила связать его. Причем я вязала не по каким-то мастер-классам, не по расчетам. У меня из головы все. Наверное, у меня просто такой склад ума, что я на ходу придумываю. У меня получается. Я знаю, что ты еще очень быстро вяжешь, и даже вяжешь на заказ. Бывает, покупаешь пряжу, и настолько хочется что-нибудь из нее связать. Просто в прямом смысле руки чешутся. Вот даже вот покажу свой кардиган. Для тех, кто занимается вязанием, будет понятно, почему так быстро вяжется. Это просто специальная пряжа из крупных петелек. То есть его несложно связать. Такие вещи получаются быстро. Но есть, конечно, изделия, которые вяжутся чуть ли не по полгода. Покажи, пожалуйста, свои красивые вязаные сумочки. Ну, наверное, начну все-таки вот с моей малиской. Она не вязаная, она вышитая. То есть на каркасе это все идет вышивка. И такая же у меня есть рука. В самом деле, я как творческий манер. Мне постоянно нужно что-то делать. У меня доченька спать его. Я что-нибудь повяжу, что-нибудь сотворю. Вот так вот потихонечку. И появляется вот вся моя Марийская коллекция. Вот эти вот все изделия. Она появилась именно уже после того, как я стала мамой. Я считаю то, что каждый человек должен знать, откуда он родом. И что вообще несет в себе его культура. Я вот сама, пока не пришла работать в культуру, мало что понимала. Для меня Марийская оказалась, ну, какой-то такой. Вот уже забытый. Потому что я училась в городе. Разговаривали там в основном на русском. Но все равно, выходя на сцену, даже поешь Марийские песни. Душа-то тянется. Я начала вот тоже. Я знаю, что этот орлайнер означает солнце. И все практически на этом мое познание, к сожалению, Марийского. Поэтому я считаю, что даже мне самой еще необходимо изучать. И естественно приучать к культуре и своего ребенка. Это очень важно знать, откуда ты, кто ты. Потому что без прошлого нет будущего. Мы горна морей, мы дети, потомки любимой земли. Мы горна морей, поверьте, что краше в земле не найти. Берега, луга, бескрайние наши просторы. Правый берег, сзывы будет река. Там, где чайки шумят над волной. Правый берег, сзывы будет река. Там, где чайки шумят над волной.